Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Елена и сегодня видео посвящено 5 любимым парфюмерным брендам моей коллекции. Это видео снимаю я не одна, совместно с другими парфюмерными блогерами. Это Наташа Золотарёва, Кристина Фурманова и Маша о нашем главном. Все ссылки на канал девочек я оставлю под видео. Также заходите в инфобокс и смотрите, какие ароматы были представлены в видео и какие бренды. И много другой полезной информации вы тоже можете найти именно в инфобоксе. Ну, начну, пожалуй, с того, что мой самый любимый бренд, и это ни для кого не секрет, это марка Шанель, бренд Шанель. И я люблю парфюмерию Шанель априори. Не важно, хороший запах, плохой запах, нравится он другим, не нравится он другим, я с удовольствием ношу парфюмерию Шанель. И потому как ароматы уменьшаются, тоже можно сделать вывод, что это один из самых любимых брендов моей коллекции. Один из последних ароматов, который был куплен в этом году, это весной, это аромат пари Венис Шанель из круизной коллекции. И надо сказать, что он тоже прилично отпит, потому что у меня достаточно большая коллекция. И ароматов много, а носятся они не все, конечно. То, что я люблю также обычную линейку Шанель, люксовую линейку, это такой флакон Coco Mademoiselle в парфюмерной воде. Я приобретал, мой муж приобретал мне уже много-много раз, ну, наверное, раз шесть точно, если не соврать. И последний раз он мне купил туалетную воду, правда, в таких атомайзерах дорожных, но тоже я ими пользуюсь с удовольствием. И Coco Mademoiselle является моим парфюмерным. Я, вот, люблю и не могу. Это номер один. Второй бренд, который... с которого вообще началась любовь к нишевой парфюмерии. Это парфюмер Женераль, Пьер Гийон. Ароматы у меня есть практически, наверное, все, многие. Козе 0,2, Туберос Кутюр, потом Вода Церцеи. У меня есть отдельное видео, но оно такое начальное, скажем так, когда я первый раз только начала снимать видео. Первое время. И, возможно, я там не очень хорошо рассказала. Если вам интересно, пожалуйста, напишите в комментарии. Я сделаю видео на тему парфюмер Женераль, и расскажу более подробно об ароматах, которые у меня имеются. У меня их много, больше, по-моему, 11 или 12 штук. И считаю, что это достойная позиция. И, конечно же, это мой любимый бренд, потому что с него началась любовь к другим брендам, к другим носам, к другим ароматам. Считаю парфюмер Женераль и Пьер Гийон очень самобытными. Они необычные, они такие с изюминкой, они со своей какой-то элегантностью. Они не похожи на другие ароматы, не похожи на другие композиции. И это мне нравится. Мне нравится выделять вот такие бренды, которые не совсем обычные, не совсем избитые, и не у всех они, скажем так, есть. Это мне нравится. Ну, третий, конечно же, по числу любви и вообще по числу ароматов в моей коллекции, это Tom Ford. И табако-ваниль как один из представителей данного бренда, данных почерк самого Tom Ford. Даже не Black Orchid является как бы signature для меня, потому что у меня мало из... Из, как это правильно сказать, из бутиковой линейки, из люксовой линейки, из сегмента для обычного магазина. У меня, по-моему, всего два аромата, три. А эксклюзивная линейка у меня представлена практически вся, за исключением тех ароматов, которые сейчас уже не достать, и новых ароматов, которые просто мне не было возможности, ну, и послушать, и приобрести, потому что финансы тоже, знаете, дело такое. Три позиции, которые просто обязаны быть в моей коллекции. И четвертое и пятое место тут уже немножко сложновато. Это четвертый любимый бренд Guerlain. Я очень люблю Guerlain, и ароматов Guerlain у меня тоже очень много, больше десяти. Я вот считаю так по количествам флаконов, если у меня их много, значит, это мой любимый бренд. Может быть, это неправильно, но Guerlain очень люблю, и Guerlain люблю именно его классические вариации. Мне нравится, мне вообще нравится вот эта классика, старая школа, да, если можно так выразиться. Мне нравится глубина, мне нравится вот именно направление восточное какое-то прослеживается в ароматах. Мне не очень нравятся черные платья, вот они мне не очень нравятся. Мне не очень нравятся легкие их ароматы, хотя у меня есть и Идиль, у меня есть и Инсаленс, но не совсем моя тема. Но все же, люблю Самсара, люблю Шалемар. Шалемар у меня есть тоже в разных вариациях, Самсара только в таком. И вот я ее берегу, уже рассказывала, что это был мой первый флакон, который подарил мне мой муж. И я обожала Самсару и носила, вот даже мне было 14, 15, 16 лет, я носила Самсару просто запоями и считала, что я такая роскошная принцесса восточная. Вот. И, конечно, их эксклюзивная линейка тоже мне очень-очень нравится, я бы хотела ее всю, но, к сожалению, в Финляндии послушать негде. В Эстонии попадается, но редко, и как бы что-то другое, вот вроде ты нацелен купить вот герлен, но потом увидишь что-то другое и покупаешь другое. Ну, вот как-то так, ну, если бы было можно купить все, если бы такая была возможность, то, наверное, я бы купила, конечно, бы все и сразу, но, к сожалению, это невозможно. Вот. Но я мечтаю пополнить именно коллекцию герлен именно эксклюзивной линейкой. И вот пятая позиция, тут у меня была, пошли сомнения. Любимый бренд, пятый, какой? Я, опять же, прошлась по своим флаконам, посмотрела, с чего у меня больше, чего меньше. И вот как-то так получилось, что они все буквально, те бренды, которые я сейчас перечислю, они буквально все в одинаковом количестве. Это и Тизиана Теренци, это и Киллиан, это и Курджан, это и Ксирджов и Насомата. И я вот сижу и до сих пор сижу и думаю, какой же бренд поставить в пятерку любимых, какой именно достоин быть любимым брендом в моей коллекции именно в этой пятерке. И я долго думала, и скрипя вот так сердцем, вот как будто бы у меня что-то отрывают, отнимают, я все же решила поставить на пятое, включить в эту пятерку ароматы Насомата, потому что они вот именно за свою самобытность, за свою необычность, за свое какое-то именно парфюмерное качество не того, что парфюмы будешь носить, а как парфюмерии, как искусство. И если мы говорим про коллекцию ароматов, многие меня спрашивают, зачем мне столько парфюмов? Я отвечу, потому что это моя коллекция, у меня есть много парфюмов, которые я просто не ношу, но они мне нравятся, и я их слушаю, иногда брызгаю на себя. Но так, чтобы я куда-то их носила в Люди или еще куда-то, я со многими ароматами не делаю это, потому что не все ароматы можно куда-то носить. Дома, пожалуйста, я могу все что угодно, куда угодно набрызгать и радоваться этому. И вот насчет именно любимой коллекции для меня, любимых брендов коллекции, вот носомата, наверное, он один из таких создателей, которые именно дают возможность познакомиться с данными парфюмами, с данными композициями, с данными, с таким творчеством, которое может нравиться, может не нравиться, но назвать его плохим, вот не поворачивается язык. И этот бренд я считаю один из самых своих любимых, несмотря на то, что мне тяжело, и я очень люблю Тизяна Теренции, Киллиан, это то, что я ношу, то, что мне нравится, и то, что у меня тоже много. Но именно носомата дает мне окунуться в творчество, дает мне возможность понять глубину, а и что хотел автор сказать данной композиции. Поэтому носомата закрывает пятерку моих любимых брендов коллекции. Конечно, я люблю Курджана, и Тизиан Теренции, я уже сказала, и Ксид Джофф люблю, и Киллиан, и можно их, конечно же, так тихонечко в стороночке поставить и сказать, что это тоже пятая позиция в моей коллекции, но нет, это так сложно, это очень сложно, правда. Вы не поверьте, как это сложно, настолько, что вот я сама в замешательстве, сама в растерянности, затруднении, ну вот так, я уже сделала свой выбор, всё, из песен слов не выкинешь, да, из песен слов не выкинешь, поэтому уже сказал А, говори и Б. Вот, носомата номер пятый в моей коллекции, люблю, уважаю, ценю, и осталось мне несколько ароматов докупить в эту коллекцию, и она будет у меня закрыта, если только не выпустят новые парфюмы. Вот, поэтому это то, к чему я стремлюсь, я хочу собрать всё, то, что мне нравится, и вот так сидеть, как царь Кощей, над златом чахнуть, и может кому-то это не нравится, кто-то считает, что это ерунда. А то, что другие девочки, какие у них ароматы в коллекции, любимые, не ароматы, бренды, ошибка, бренды именно в коллекции, я думаю, что у Кристины это Фредерик Маль, вот так на первый вскид, на вскидку. У Маши, сложно сказать, не могу даже определить, какие именно, но мне кажется, не знаю, даже не знаю, честно говоря, какие у Маши любимые ароматы, мне кажется, она любит всё и много чего носит. Наташа Золотарёва, Наташа, наверное, она любит то, что я видела и то, что ей нравится, это Андергрин, вот эти ароматы ей нравятся, потом нравится парфюме Деросин, парфюм Деросин это вот то, что с розой и в её коллекции, но именно ароматы сноб ей нравятся, потому что Наташа такая готическая, загадочная дама, девушка, и ну вот и всё, и не знаю, я вот так погадала, погадала, не уверена, конечно, но вот мне так кажется. И пишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу пятой позиции в моей коллекции, может быть, мне стоит поменять или пересмотреть своё, как бы, отношение к тем брендам, которые я сказала. И не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, так это всё сложно, просто, очень. Пишите, какие у вас любимые бренды в вашей коллекции, если таковая имеется, и какие бренды вы носите, потому что есть люди, которые не носят какие-то определённые, а может быть, у вас есть коллекция, которую вы не носите, но очень любите бренды. Спасибо за внимание, переходите на канал девочек, обязательно смотрите, подписывайтесь, если вы не сделали это ещё, поддержите нас вашими лайками, пишите комментарии обязательно, и до скорой встречи, всех целую, обнимаю, ваша Лена.